С самого зарождения космического флота, выпускники Космической Академии самые крутые на свете. И я всегда мечтала стать такой же крутой, и бороздить просторы Вселенной в поисках приключений. Отец то и дело твердил мне, чтобы я оставила мечты о флоте и занималась освоением лунных грунтов. Долгие годы я усердно училась и стремилась стать самым лучшим выпускником Академии. И хоть конкуренция была велика, я дошла до финальных экзаменов. И я добьюсь, чтобы однажды капитан Мелисса была внесена в почетные списки звездных генералов. Некоторые относятся к этой должности как к должному. Например, моя будущая напарница, дочь самого крутого генерала Дилана, Кайли Звездочка. Из-за нее я могла быть недопущена к экзаменам. Все дело в том, что на время финального этапа выпускники делились по парам. И как вы уже догадались, именно Кайли стала моей напарницей. Пожалуй, самой непунктуальной напарницей во всей Вселенной. Каждый звездный капитан должен знать, как привести корабль в порядок. Особенно, если случится экстренная ситуация. Именно это задание стало нашим с Кайли первым экзаменом. В условиях чрезвычайной ситуации главное сохранять хладнокровие. И не наделать в спешке глупостей. К несчастью, моя напарница совершенно не знала это правило. Думая, что вся жизнь — это сплошная космическая мыльная опера. Она решила, что чинить корабль — это плевое дело. В общем, да, ее тогда знатно шибануло током. К тому же мы провалили из-за нее первый экзамен. Именно тогда-то я и поняла, что рассчитывать на свою напарницу я не могу. Если я хочу стать капитаном, придется рассчитывать только на себя. Сдаваться было рано. Инструктор Наго объявила вторым экзаменом ксенобиологию. Нам нужно было определить, что за существо перед нами. Никогда не забуду, как Кайли верещала в тот день. Завидев щупальцы, она, не думая, собиралась броситься в бой. И мы бы провалили второй экзамен, если бы я не узнала это милое и круткое существо. Перед нами было не что иное, как лунная корова. И я прекрасно знала, как с ними обращаться. В детстве, когда я жила на лунном ранчо, я мечтала попробовать молоко земной коровы. И то и дело глядела на фото счастливых детей. Просятся купить мне немного молока. Вот только молоко земной коровы стоило на Луне целое состояние. Коровы были редкими, а вот лунные коровы... Что ж, на Луне они были распространены, и их молоко оказалось... ...очень даже вкусным. Если вдруг окажетесь на Луне, обязательно попробуйте. Если думаете, что помимо экзаменов в академии совсем ничего не происходит, вы очень сильно ошибаетесь. Спросите у Кайли. Она вечно находит приключения на свою голову. Вот вам, к примеру, случай. Ей очень понравился странный тип в столовой, и по его поведению я быстро поняла, что к чему. Я пыталась объяснить все Кайли, но она уже витала в облаках и мечтала о том, как прекрасно сложатся их отношения. В тот день она чуть не потеряла голову, буквально. Она так сильно втрескалась в него, что даже думала бросить академию, стать матерью его детей и прожить совершенно скучную... ...обычную семейную жизнь. К счастью, я вызвала подмогу и предотвратила трагедию. Все дело в том, что этот парень был под влиянием космического паразита. Этим и объяснялись его прекрасные глаза. А если быть точнее, глаз. Да, в тот день из Ксенон-лаборатории сбежал очень редкий вид космических паразитов. А все из-за новенького работника, что не соблюдал меры безопасности. Любой звездный капитан просто обязан уметь вести переговоры. Они-то и стали нашим следующим экзаменом. Задача перед нами стояла непростая. Нам нужно было заключить союз с загадочным инопланетянином. С виду он не отличался от человека, но вот вел себя весьма странно. Я долго не могла понять, кто он такой, в то время как Кайли перепробовала все явные варианты. Но затем, проанализировав ситуацию, до меня вдруг дошло. Человек не был инопланетянином. Он был костюмом, внутри которого находился маленький отважный пилот. Да, прямо у него в животе сидел командор-мышь. Обнаружив его, мне и Кайли удалось успешно провести переговоры. Об этом потом даже в газетах писали. Ни единым словом, сильны капитаны. Если переговоры провалились, нужно быть готовым к битве. Я была уверена, что мы с легкостью справимся с этим экзаменом. Делов-то попасть в манекен. Вон как он дрожит. Вот только Кайли снова решила проявить себя и полезла стрелять вперед. Как оказалось, стрелять она тоже не умела. Она даже бластер неправильно держала. В тот день манекену повезло не быть подстреленным. А Кайли повезло, что бластер стрелял холостыми. Видели бы вы выражение ее лица в момент выстрела? Это было что-то с чем-то. Впрочем, как и ожидалось, экзамен по стрельбе мы провалили. Сказать, что я была в бешенстве на Кайли, ничего не сказать. Она вечно нам все портила, да еще и выставила нас посмешищем на всю академию. Нас никто не воспринимал всерьез. Более того, все поняли, что Кайли из себя ничего не представляет. Когда речь не идет про мыльные оперы. Но в обиду я ее дать не могла. Какими бы мы не были неудачниками, она все еще оставалась моей напарницей. А это значит, никто не имеет права ее обижать. И уже на следующем экзамене были готовы показать выскочкам, чего мы стоим. Экзамен по ассимуляции космического боя – один из самых ответственных. И мы просто не могли проиграть. Битва была невероятно сложной. Можно даже сказать, что силы были практически равны. Но мы с Кайли не сдавались. Важно было дождаться, пока противники не допустят ошибку. У нас был ровно один выстрел, и права на промах у нас не было. Наши соперники очень быстро начали нервничать. И по их реакции мы поняли, куда именно надо стрелять. Залп! И вот те, кто называл нас лузерами, оказались поверженными. Мы победили, и эта победа укрепила нашу с Кайли дружбу. Именно с этого дня мы стали суперкомандой, о которой в будущем слагали легенды. Однако следующий экзамен застиг нас врасплох. Да, меня, как вы видите, похитили, и вся надежда была на Кайли. Задачей Кайли было победить злодея и освободить меня из плена. В конце концов, вселенная кишит злодеями, и нужно знать, как с ними бороться. К счастью, нам очень повезло, что злодеем оказался хохмач. Ну, такой тип злодеев, которые обожают смеяться. Кайли выбрала неожиданную тактику и решила пересмеять злодея. Между ними развязалась настоящая дуэль. И как бы хорош в злобном смехе не был бы злодей, Кайли смеялась куда зловеще. Годы съемок в галактических сериалах дали о себе знать. Она так злобно смеялась, что, клянусь вам, в какой-то момент я подумала, что они заодно. Говорят, злодей с экзамена проиграв, решил закончить свою карьеру. Я была спасена самой крутой напарницей на свете. Мы достойно прошли все испытания, и впереди нас ждало назначение на корабль одного из звездных капитанов. Это было супер волнительно. Каждая, сдавшая экзамен пара, получив диплом, получала и капитана. Безусловно, все они были крутые. И у каждого студента были свои фавориты. Нам было безумно любопытно, кто же попадется нам. Мы были счастливы, что обучение подходит к концу. Инструктор даже разнервничалась. Так она была за нас рада. Наша жеребьевка не сработала. Но потом оказалось, что мы попали на корабль папы Кайли. На корабль самого легендарного звездного капитана, капитана Дилана, героя Земли и всей галактики. Но прежде чем отправиться в нашу первую космическую миссию, мы должны были пройти ряд формальных проверок. Если бы не Кайли, я бы умерла со скуки. Все же было в ней что-то крутое. Она всегда оставалась оптимисткой. А это качество очень важное для покорителей космоса. Тогда было сложно представить, что мы станем звездными капитанами. Поглядите на нас, сплошной ветер в голове. Но мы ими стали. Никогда не забуду своего волнения, когда мы впервые вступили на борт легендарного корабля капитана Дилана. К слову, он был очень рад видеть не только Кайли, но и меня. Хотя в тот момент единственное, о чем я думала, так это о первой миссии. Пускай тогда и было волнительно, но я знала, впереди нас ждет бесконечность из приключений. Но это уже другая история. Как тебе приключения Мелисса и Кайли? Хотелось бы увидеть продолжение их приключений? Напиши нам в комментариях и не забудь поставить лайк. На нашем канале много других историй. Подпишись, чтобы не пропустить их. Увидимся на Трум-Трум-Трик!